Приветствую вас! Начать свой ответ я бы хотел с такого немножечко некарактерного момента, который связан с тем, какое у меня ощущение осталось, вот как я прочитал ваш вопрос. Можете поправить меня, если я ошибаюсь, но с одной стороны вы чувствуете, что проблема серьезная. Какое-то время, не знаю, долго или нет, но какое-то время вы старались на нее не обращать внимание на эту проблему, но она не мешала вам жить, и вы поняли, что своими силами вы с этой проблемой не справляетесь. И вы решили обратиться к нам, сюда Масаль, задав бесплатный вопрос, что говорит о том, что особый успех у не верите, или все-таки не считаете свою проблему настолько серьезной. У вас определенные стереотипы, связанные с психологами, то есть вот работа с психологом для вас обязательно сопряжена с растягиванием на месяцы, либо был неудачный опыт, либо получили косвенный опыт, что у вас ассоциируется с чем-то негативным и, скорее всего, коричным именно со стороны психологов. И здесь я хотел бы только, дабы не углубляться в эти расследения, задать вам вопрос. Как вы думаете, почему психологи растягивают свою работу на месяцы, вот именно с чем это связано, по-вашему? Была ли у вас попытка? И почему вы считаете, что ваша проблема не достойна того, чтобы над ней работать месяцы? Ведь она серьезная. И если работать над ней месяцы, то больше вероятность, что ее не будет. Тогда как если спешить и пытаться проработать ее быстрее, более далека вероятность того, что что-то не так пойдет. Это первый вопрос и первый момент, который я хочу сказать. Далее. Поговорите. Есть и очень мешают сейчас ограничивающие убеждения по поводу критиков свой адрес. Так. Есть и очень мешают сейчас ограничивающие убеждения. Они вам мешают на данный момент. А раньше не мешали? Если нет, то с какого момента начали мешать? Что произошло? Что случилось? Что поменяло ваши убеждения? Какой был диссонанс восприятия у вас? Это первое. Второе. Ограничивающие убеждения по поводу критики в свой адрес. То есть, у вас есть убеждения по поводу критики в свой адрес. То есть, вы что-то думаете по поводу критического отношения к себе. У вас есть, условно говоря, какие-то понятия. Да? Ну вот, давайте попробуем просто подумать. А как и кем эти понятия формировались у вас? Кто их формировал? Ну, зачем формировал? Какую цель преследовал субъект формирования у вас? Вот такой модели убеждения, скажем так. Подумайте, пожалуйста, об этом. Это очень важные все аспекты. Да? Далее. Значит, вы пишите о том, что, значит, критика в свой адрес. Что такое критика в свой адрес? Что это? Это, по сути, изменение представлений о себе. Да? То есть, критика – это негативные представления о себе. То есть, вот вы, например, мне говорите, что, ну, допустим, что я, ну, там, скажем, плохо говорю. Вот, ну, есть у меня такой вот грех. Это критика в мой адрес. И вот из-за этого, из-за критики у меня меняется представление о себе. И из-за этого я себя плохо чувствую. По этой причине. Соответственно, я бы хотел задать вам вопрос вот такого плана. А какие представления у вас, условно говоря, меняются или нежелательны, когда вас критикуют? Вот с чем это связано? Вообще, какие понятия и что вы с ними делаете, с этими понятиями? Далее. Значит, не могу выполнять заказы, наемная работа. Вообще мраг для меня. Не могу выполнять заказы. Почему? Наемная работа – вообще мраг для меня. Почему? Ага. Соответственно, ну, не можете выполнять заказы, не выполняйте. Не можете заниматься наемной работой, не занимайтесь. Как бы, в чем проблема? Почему вы не можете заниматься другой деятельностью, например, более подходящей вам? То есть, как бы, отношение критики – это одно, да? А вот, как вы говорите, не могу выполнять заказы – это немножко другое, как бы. И вещи эти, да, их вот, ну, не надо сравнивать, их не надо смешивать воедино, потому что они все-таки разные, эти вещи. Я бы хотел, чтобы вы отделяли все-таки одно от другого, потому что, ну, объективно, я понимаю, что это все-таки связано между собой, но, тем не менее, все-таки связано далеко не всегда. Вот. Далее вы говорите, не принимаю себя, не принимаю себя такой, какая есть. Довольно интересное утверждение вы сейчас сказали. Значит, не принимаете себя такой, какая есть. Почему? Какие качества вы в себе не принимаете? С чем это связано, что вы не принимаете себя какие-то качества? Кто и почему, опять же, вам сказал, что вот эти качества, ну, там, плохие, например, да? То есть, откуда вы взяли вот эту вот стратегию поведения неприятия себя? Она же у вас появилась не сама по себе, правильно? Она же появилась у вас в результате определенного отношения, определенного опыта отношений с людьми. Ну, так вот, и давайте попробуем, как раз таки, подумать, с чем это может быть связано, как раз. То есть, какие качества вы в себе не принимаете? Почему? Откуда представление о себе подобного типа, да? Вот. Откуда у вас идет этот вот конфликт внутренний? Почему вы не считаете, что те качества, которые у вас есть, ну, в силу того, что они есть уже, они достойны, как бы, того, что их, ну, уже нужно принимать, как бы. Вот. То есть, это вот, на мой взгляд, такой довольно, ну, важный момент, о котором обязательно нужно с вами разговаривать. Далее вы спрашиваете, на что обратить внимание? Я отвечу вам так. Обратите внимание на свои положительные и отрицательные качества. А, значит, напишите их, эти положительные и отрицательные качества свои, поработайте с ними, то есть, выработайте отношения к этим качествам. То есть, вот, как вы их воспринимаете, как вы их видите, как вы к ним относитесь, какие качества вы считаете на себя хорошими, какие качества вы считаете на себя, там, плохими и так далее. И почему. А далее вам нужно вот те качества, которые у вас негативные, разделять на две части. Первая часть, это, собственно, отрицательные качества всегда. А вторая часть, это качества, которые являются, в зависимости от ситуации, то негативными, то положительными, позитивными. И такие качества составляют вашу индивидуальную основу. Это ваша индивидуальность неповторимая. Вот эти качества нужно принимать. Но, при этом, принимая эти качества, необходимо опираться на следующие постулаты. Во-первых, качества ваши, в любом случае, они останутся сами. То есть, они не уйдут. Вы от каких-то качеств не избавитесь. Но, то, что вы можете реально сделать, это купировать, значит, принижать негативные проявления качества, когда они вам придят. И все. То есть, конкретные ситуации, конкретные действия, конкретные виды деятельности. Все. Но это работа. Это работа по структуризации, по сути дела, того, что вы о себе думаете. Это работа по именно структурированию. И вам эту работу нужно выполнять. Вот на это нужно обратить внимание. Внимание. Ну и также, обратить внимание стоит на семейные ваши отношения. Я имею ввиду отношения именно между родными. То есть, вашей семье. Родительской семье. Семья, в первую очередь. Именно там начала формироваться подобная ваша оценка. И именно с родительской семьей, по сути дела, связано вот то, что вы сейчас чувствуете. И я полагаю, что больше всего времени уйдет именно на то, чтобы вот как раз проработать ваши детско-хронические отношения. Именно на это больше всего времени уходят, как правило. Ну и здесь уже по большому счету вам решать, да. То есть, как-то вот захотите ли вы тратить какое-то время на решение своей проблемы. Или вы все-таки там, например, ну не знаю, считаете, допустим, что все-таки вот обязательно нужно быстрее, да. То есть, между этими работами вы не собираетесь. Это все решать вам. Что касается вашего вопроса о том, кто работает с такими вопросами, то работают, по сути, все психологи. Вам нужно выбрать того специалиста, который вам по душе, изучить его профиль, посмотреть его ответы и начать с ним работать. Объективно на это потребуется время. И дело здесь не в растягивании, а в том, что все изменения в человеческую психику, в определенные психические процессы, в высшие психические процессы, нужно осторожно. И, как правило, это не делается так, что вы, знаете, вот говорят, вы должны делать вот так-то, 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 хотя, безусловно, коррекция поведения используется. Как правило, все это делается на более тонком уровне. И это, наверное, также понимать и учитывать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи!